Зарифа Алиева После окончания средней школы поступила на лечебно-профилактический факультет Азербайджанского государственного медицинского института, которое окончилось от лечения в 1947 году. Именно в те годы в Азербайджане была распространена такая инфекционная болезнь глаз как трахома, которая проводила к тяжелым последствиям и даже к полной потере зрения. Эффективные методы лечения этой инфекции не были разработаны. Зарифа Алиева принимала участие в организации проведения лечебно-профилактических мероприятий по борьбе с трахомой. В республике требовалось проведение фундаментальных исследований относительно глазных болезней, в том числе профессиональных заболеваний глаз и разработка эффективных методов борьбы с ними. Зарифа Алиева мечтала вернуть зрение незрячим людям, лишившимся возможности видеть красоту солнца, лунные многоотеночные цвета и пленительную красоту природы. Это желание проведет ее в Москву и в двухгодичных курсах специализации в Центральном университете усовершенствования врачей. Зарифа Алиева владеет специальностью врача-офтальмолога. Конечно, окончив курс в Москве, она возвращается в родину. В 1949 году поступает в деятельность в Азербайджанском научно-исследовательском институте офтальмологии в качестве научного сотрудника. В 1950 году она поступает в респирантуру. Она была автором 14 монографий и сотен научных статей 12 рационализаторских предложений. Зарифах она пользовалась большим авторитетом в Азербайджанской СССР и в общем в СССР. Она разработала и вела несколько новых методов лечения глазных заболеваний. Она также была женой третьего президента Азербайджанской республики, выдающегося личности Агидара Алиева. В 1982 году она жила семьей в Москве, а в 1985 году она скончалась от рака. Была похоронена в Москве в Новодевичьем кладбище, а в 1994 году была перезахоронена в Аллее почетных захоронений в Баку. В 2003-2008 годах были выпущены почтовые марки Азербайджана, посвященные Зарифе Ханум. Зарифа Алиева была награждена орденом и медалями, и ей были звания заслуженного деятеля науки Азербайджана. Наряду с научной деятельностью она была заботливой матерью верной супруга. Она воспитала двух детей. Ее супруг был наш великий вечный президент Гейдар Алиев, вместе с которым она прошла нелегкий жизненный путь. Алиева был человеком великой личностью. К сожалению, она не успела видеть и не стала свидетелем сегодняшнего Азербайджана, спасавшего край под названием Азербайджан.